Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. И мое напоминание о том, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где в текстовом формате, в видео формате мы также постим большое количество рекомендаций, конкретных торговых сигналов, сделок, которые можно присмотреться, прислушаться, если вам, конечно же, интересно альтернативное мнение. Друзья, мы открыты к обратной связи, к фидбэку с вашей стороны. Обязательно, если есть особая потребность и желание что-то нам порекомендовать, пользуйтесь возможностью комментировать посты. Ну что, сегодня день обещает быть очень жарким. Сегодня, пожалуй, главная сессия как минимум этой недели. А может быть и не только недели, потому что мы точно не знаем, как на предстоящие итоги заседания американского регулятора отреагирует доллар. Но точно знаем, что волатильность будет значительная, поэтому волатильность доллара, рынка долга США казначейских облигаций точно зацепит и прочие финансовые активы. Сегодня, помимо заседания ФРС, еще один центральный банк проведет встречу и также пересмотрит национальную денежную политику. Это заседание Банка Канады, пожалуй, по степени значимости и по хронологии этих отчетов. Этим релизом мы и давайте откроем оценку рыночных возможностей. В 18.00 по московскому времени заседание Банка Канады. Соответственно, нас интересует ставка. Будет ли она повышена? Если в ситуации с ФРС мы уверены и точно знаем, что в этот раз ставку не повысит еще рано, потому что нужно сократить программу количественного смягчения и фактически ее завершить, то, что касается канадского регулятора, есть довольно высокая вероятность того, что ставку поднимут на 0,25%. И основание для этого прогресс на рынке труда, я ранее об этом говорил, действительно очень хорошие цифры. Уже уровни, которые ранее, в последний раз мы увидели до пандемии, прогресс в производственном секторе, в сфере услуг. И, пожалуй, наверное, самый главный аргумент для повышения процентной ставки – это очень высокая инфляция. Все вот эти ингредиенты сейчас имеются, поэтому нужно только решить, достаточно ли всего этого, чтобы повысить процентную ставку. Я ранее рекомендовал пару доллар-канадец рассматривать с точки зрения продаж, потому что как раз повышение процентной ставки – это то, что должно привести к укреплению канадского доллара. Цели по этой валютной паре остаются прежними – 1,24. И было бы очень хорошо, если бы по факту сегодняшнего решения 100-150 пунктов пара сделала, потому что это точно было бы началом окончательного перехода инициативы к покупателям канадского доллара. И дальше уже, собственно, по тренду, по инерции пара могла бы двинуться еще ниже, ближе к планке 1,21,21. По-моему, у сети там находятся целевые ожидания, но это правда до конца этого года. После этого будут опубликованы данные по запасам нефти США. Я в целом жду повторения ситуации прошлой недели, когда вырастут из запаса нефти бензин. Это негативный фактор для котировок нефти. Потом пресс-конференция руководства Банка Канады. Опять же, лидером мнения будет Тиф Маклем, которого возглавляет канадский регулятор. И, соответственно, после решения по процентной ставке, неважно, каким оно будет, нужно будет послушать планы регулятора на дальнейшие периоды, на последующие месяцы. И в этом случае я также ориентируюсь на жесткую риторику, которая также должна поддержать канадский доллар. Ну и, конечно же, главным событием будет решение по ставке американского регулятора в 22.00. Но это как бы не нужно цепляться здесь за слово ставка, потому что, как я уже отметил, она останется прежней. Но в тот момент, когда АФРС опубликует решение по ставке, также будут сразу же представлены сопроводительные заявления, прогнозы по экономическому росту, по инфляции и оценка, опять же, дальнейших перспектив. Через полчаса после этого в 22.30 состоится пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Паула. И от него, опять же, мы можем как раз услышать то, что хотелось бы сейчас слышать всем покупателям доллара. И, скорее всего, так он и будет, потому что Паул должен прояснить именно перспективы мартовского повышения, должен еще раз подчеркнуть тот факт, что программа количественного смягчения будет свернута. И еще один вопрос, который интересен трейдерам-инвесторам, мы к нему будем возвращаться все чаще. Это как бы антоним, что ли, программа количественного смягчения, как программа, как мера регулятора по поддержанию экономического роста. Это количественное ужесточение, которое фактически подразумевает начало сокращения баланса раздутого за счет покупки облигаций в тот момент, когда действовала программа уже количественного смягчения. Все эти шаги – это проявление жесткой монетарной политики. Но вот важно понять, будет ли ФРС прям действовать агрессивно сейчас, учитывая, как сильно обвалились американские фондовые рынки, потому что ФРС прекрасно понимает, что если он перегнет палку, то вот это пике, которое началось по фонде, оно продолжится. И Павлу позвонят многие в прямом смысле, требуя ответов, как он мог допустить такую паническую реакцию на заседание, по факту которого, наверное, не должно было быть каких-то судьбоносных статистических решений. То есть мы только лишь ждем намеки, только лишь ждем подготовку, процесс подготовки нас, как трейдеров и инвесторов, к тем изменениям, которые будут. Поэтому сегодня, друзья, рекомендации по доллару будут завтра уже по факту решений, как я уже говорил. Но сегодня я предлагаю все-таки пока что еще сфокусироваться на возможностях роста рисковых инструментов хотя бы по факту ожиданий этого события, оглашения итогового заседания американского регулятора. Поэтому в отношении риска, вот мы рассматривали евро и фунт, я на ближайшую торговую сессию точно, там уже видно будет завтра, обсудим еще раз ситуацию, сохраняю установку на возможности локального прироста. Тем более фунт я вообще буду держать до следующей недели, потому что там заседание Банка Англии и тоже решение по процентной ставке. Американский фондовый рынок, друзья, сейчас лучше не испытывать удачу, не думайте, что вы перехитрите рынок, если считаете, что сейчас уже достигнуто дно и можно выкупить по приемлемым ценам. Никто не знает, где это дно, и вполне возможно, что дальше мы увидим еще более мощные распродажи. Поэтому в таких условиях и в такой ситуации лучше остаться на заборе и ничего не делать. По другим активам золота остается по-прежнему основной инструмент, на который я делаю самую большую ставку в рамках этой недели и ожидаю еще больший рост. И золото позволяет нам зарабатывать, причем довольно-таки неплохо. Мы купили дешево этот актив, ориентировались на 1840. Сейчас уже котировки 1840 ранее перезашли по более приемлемым ценам после коррекционного отката. И ждем 1870, друзья, 1880. Может быть, очень агрессивная ставка, но видите, у нас и соответствующие фундаментальные фоны. Золото сейчас выигрывает на фоне роста геополитической напряженности в Восточной Европе. На фоне ожиданий как раз изменения, ужесточения монетарной политики, что может негативно отразиться на рисковых активах. И, в принципе, это сейчас и происходит. Золото также растет, пользуясь поддержкой именно от роста глобальной инфляции. И заключительным аргументом я постоянно делаю на него особый акцент, потому что очень хочу, чтобы вы научились разбираться в рыночных настроениях, просто поглядывая на индекс рыночных настроений Кайман, который доступен каждому клиенту компании Амаркетса. По-прежнему очень большая позиция в шортах. Рынок идет в сторону наименьшего скопления, скажем, ордеров и меньшего пола ликвидности трейдеров. В данном случае это дорога вверх, друзья, с целями, которые я обозначил. Биткоин 37 711 долларов. Опять же, я считаю, что не нужно переоценивать шансы рынка на дальнейшее восстановление. Вероятно, мы сейчас наблюдаем локальный откат перед еще более глубоким снижением. 30 000, как моя субъективная цель, в турнире мы еще не сделали. И по рынку нефти прежняя установка. Пока что жду все-таки продажи статистических резервов. И в рамках этой недели для меня приоритетным направлением является шорт. Если до конца недели рынок сможет удержаться на таких же высоких уровнях, как и сейчас, то уже еще раз оценим перспективы рынка нефти, спроса и предложения. И если будет в этом особая необходимость, и если фундаментальный фонд будет говорить уже об обратном, тогда будем принимать решение о покупках. А пока шорт приоритет. Ждем заседания ФРС, сопресс-конференцию и следим за реакцией рынка. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем пока.